Когда-то еще как рожденные в СССР собирали там значки, марки, медали, там еще что-то. И полгода назад просто пришла идея, что почему бы коллекции эти, которые были собраны там в детстве, можно сказать, понемножку не продавать. Вот полгода назад где-то уже на Виолите начал продавать там, что там у меня было. Ну да, но есть свойства постоянно заканчиваться у хороших вещей. Вот, вот, вот. И уже нечего продавать на Виолите. То часы советские продавал, то камешки какие-то. Что там еще я продал такое? Ну, по мелочи немножко продавал. Ну да, оно быстренько все заканчивается, денежки разлетаются. То есть, ну давай по сути, да, чтобы, как вот я работаю, чтобы понять вообще структуру. То есть, с чего я начинаю, не знаю, ты вообще покупаешь, где ты вообще, ты мне скажи, например, где ты покупаешь, или ты вообще не покупаешь на сегодняшний день? То, что я полгода продавал, ну, не в больших количествах. Я не покупал, там, у бабушки дома там что-то понаходил, у себя дома, то, что когда-то собирал еще в детстве. Понял. Короче, с нуля, да, все? Вот сейчас, смотри, давай по существу тогда. Я услышал, значит, как проводится работа мной. Во-первых, это газеты, это первое, на что мы бьем по покупке антиквариата. Ну, не только антиквариата, а старых вещей и нумизматики в том числе. Значит, газеты раз, это то, что одна из таких ведущих веток. Так, соцсети 2, YouTube сейчас поддержка очень серьезная, канала 3, барахолка 4. Ну вот, я тебе потом все это распишу, вот, и чтобы это все было, скажем так, не просто на словах. Значит, по поводу, также друзья-товарищи, это теплый круг и холодный. Те, которые друзья-товарищи и люди, которые дальше становятся твоими партнерами через год, два, три. Уже определенный круг, как вот у меня сегодня около 100 человек, которые я, скажем так, постоянно продаю, покупаю. Значит, после того, как у тебя вообще какая сфера деятельности, в чем ты хорошо разбираешься, или нету какой-то специализации. То есть, вот ты можешь, например, посмотреть на игрушку, на елочную, либо на монету, либо там на какой-то предмет, и сказать, это вытравка металла, это не натуральная, глазом сразу определить серебро или не серебро, золото, не золото. На глаз определить фальшивую вещь, то есть, насколько у тебя опыт вообще есть. Слабо, 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 да? Я как бы сделаю, ну, если будем, там, тебе это все заинтересует, я сделаю так, чтобы ты мог консультироваться, если вдруг что. Наша хорошая подспорь, это Google поддержка. Я имею в виду, что если ты вдруг не видишь, не можешь понять по товару, по цене. То есть, нам нужно понять вообще сначала, что нам нужно покупать. Но я, по, скажем так, определению, прошло определенный промежуток времени. Сейчас я, извини, пожалуйста, дверь прикрою. Ой! Так, Жора, тихо. После определенного промежутка времени я понял, что мне нужно покупать абсолютно все. Это и елочные игрушки, то есть, вот знаешь, как, может быть, вещь мне не нравится, а она стоит денег, а люди покупают за сумасшедшие деньги. То есть, вот даже недавний случай, я продал фортепиано, оно стояло, как бы, ну, оно мне не особо не... И купил, там, 2 килограмма янтаря. Вот такого янтаря. Так, видно тебе в камеру? Да, да, да. Вот такой янтарь, я на нем заработал 300%. То есть, вложив в него, там, 100 долларов, да, я заработал в 3 раза больше. Вот такой необработанный янтарь. То есть, не нужно бояться рисковать, не нужно бояться... В чем уроки заключаются? В том, чтобы человек не просто на словах понял, а вот это нужно или не нужно, или как... Мы проводим, ну, я провожу с тобой именно уроки реальные, в реальном времени. Работа с клеймами, работа... Ну, в принципе, вот смотри, обычный пример, да. Взяли вазу, посмотрели на клеймо и обсуждаем предмет, принадлежность, какой примерно век стоит ли нам ее покупать, за сколько, какое клеймо, какое стекло, какая глина, за сколько мы ее можем продать на рынке. Взяли бонистику, то же самое. Определили возраст, определили состояние боны, определили ее цену, продали. Взяли игрушку. С виду дешевая игрушка, да? Так, ты меня слышишь? Да, 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 да. А, еду. Вот, смотри, игрушка, да? Но когда этих игрушек 5 ящиков, и мы ее отправляем на Казахстан, то у нас в кармане 300 долларов. Вот, смешно, да? Вот такая игрушечка, казалось бы. Ну, она у нас стоит там 50 копеек, а в Казахстане она стоит доллар. И вот ты в карман кладешь. Ну, то есть, как бы это я так, знаешь, как вводную часть просто провожу, чтобы человек понимал вообще, о чем мы разговариваем. То есть... Одно дело, что я не покупал, у меня были какие-то товары. Вот, я их там мог найти в интернете цену, там приблизительную и продать. А если работать с народом, как вы говорите, да? То есть, и оценить, и не прогадать, когда ты покупаешь ту или иную вещь. Да, то есть, вот, например, то же самое. Вот, ты должен знать, почем перекупщик должен купить серебро, золото, платину, бриллианты, алмазы, обработанные, необработанные, какие-то драгметаллы, полудрагметаллы. Ты должен визуально, моментально определить, вещь это стоящая или это фуфло. Потому что сегодня мне предлагают столько подделок, что... Ну, вот, я моментально могу узнать, увидеть по виду, фуфло это или нет. Ну, глаз, потому что очень еще посоветую тебе очень много интересоваться в интернете. Вот, например, открыл сайт Виолити, да, и уделил 2 часа просто глазами запоминать вещи, которые продаются. Это очень важно. Потом это тебе в жизни понадобится, если ты хочешь связать жизнь с антиквариатом. Потому что, ну, вот, например, смотри. Вот эта вещь, ну, обычная, она нам как бы, вот, ну, она нам не нужна, да? Ну, если она идет нам с общим товаром в подарок, ну, например, она стоит, там, 20 гривен, да? То есть, каждая такая вещь прибавляет доход в наш карман. И по истечению месяца мы получаем прибыль. Дали рекламу, дали рекламу в газету, позвонили люди. Как нам нужно действовать? Первое, что нам нужно понять, у нас есть вайбер, почта. Очень часто старые люди не пользуются вайбером и почтой, да? Нам нужно что сделать? Нам нужно узнать цену. По голосу определить, насколько человек адекватен, наркоман он, или у него какие-то, или пьяница, или это порядочный человек. То есть, это очень важно, провести психологию. Насколько человек на том конце провода хочет продать тебе вещь. Может, эта вещь ворованная, с убийства, с грабежа, с кража. То есть, это очень важно, быть психологом, понять по телефону, по голосу, моментально определить степень риска для покупателя. Ибо, в плохом случае, можно пойти паровозом вместе с этим человеком. Так, все, телефон я выключаю тогда. Субтитры сделал DimaTorzok